Всем большой привет! Сейчас будет пара роликов Я их называю обычно театр одного зрителя На самом деле бывают такие разовые запросы Либо многоразовые запросы Но от небольшого количества людей Но все-таки это запросы, которые игнорировать тоже не хочется Кто-то хочет часто смотреть, например, косметички Они выходят раз в 10 дней А кому-то нравятся коллекции Есть коллекции помад, теней, лаков Вот я недавно показала И одни ролики любят много народу А другие какие-то мало запрашиваемые Вот, например, сегодня будет 2 ролика про карандаши для глаз и губ Помады в карандашах, тени в карандашах Это ролики, которые, может быть, не так просматриваются на канале Но есть всегда те зрители, которые просят Ну, сними, ну, сними, ты уже давно не снимала Полгода прошло Давай переберем Вот любители Есть любители конкретно карандашей Не все любят тени Но есть те, кто любит конкретно карандаши Поэтому сегодня ролик посвящен таким девочкам Любителям именно поперебирать, пошуршать в сводчах по карандашам Кому такая тема не интересна, девочки, встретимся в следующих роликах Обязательно будут те темы, которые интересны вам Раз подписались на мой канал, значит, что-то зацепило Будем ждать то, что зацепило вас лично Но сегодня получается звездный час именно карандашей и любителей Пошуршать в карандашах Попробую разделить для глаз и для губ в отдельные ролики Не знаю, что будет интереснее для вас Но я думаю, давайте сегодня начнем с губ Всегда я начинала с карандашей для глаз Сегодня хочу именно с губ Все, что у меня есть в карандашах Вот сейчас вы видели в этом контейнере Поэтому мы его будем с вами, можно сказать, опустошать сначала А потом заполнять Ну, понятное дело, опустошим, когда будем смотреть сводчи Очень удобный контейнер В нем больших 4 отделения И отделения пониже ростиком Также, ну, 4, понятно, маленьких И в каждом отделении у меня, как бы, в своей тематике Помады в карандашах Вот такое их количество Можно сюда еще, вот отсюда, мои добивашечки добавить То, что мне хочется доиспользовать, успеть Все вроде бы Так, здесь Здесь, по-моему, только карандаши остались Да Все, ну, приступаем, да Что же, что же у нас есть Очень люблю Вот эти вот две помадки Помадки Алверда Матовые Один оттенок Так, наверняка видно И будем делать, конечно же, сводчи Я помады, вы знаете, наверное, люблю категорию эту Больше всего остального Ну, может быть, наравне с тенями Потом идут палетки для лица Это то, что вот прям Меня всегда привлекает И с огромным удовольствием Я могу перебирать часами Канал, когда я открывала Я его и посвящала В первую очередь косметике Девочки бывают пишут Надоело там что-то перебирать Но этот канал и открыт был Для тех, кто тоже любит Вот так вот, как и я, перебирать Справа налево, слева направо Проекты какие-то заводить Это мои куклы, игрушки Сто раз говорила И я ими играю И играю я ими с теми, кому тоже интересно Вот так вот Прелесть, правда? Вот не часто я их беру Но когда беру, пользуюсь с удовольствием В косметичках И они очень медленно расходуются Такое чувство, что как будто бы Красишь-красишь, а они прямо целиковые остаются К этой линейке хочу отнести еще Бальзам от Wet n Wild Но этот поактивнее идет Внешне, конечно, если выкрутить То это вот прямо полноценная Большая, длиннючая помада Ну, вы представляете Ее закончить не так просто Ну, если бы это была единственная помада У меня То, конечно, бы использовалась Но так в целом Бальзам очень симпатичный Увлажняет хорошо губки Единственное, что когда он заканчивается Ну, вот высыхает уже на губах Он может подсушивать немножко И оставляет тинт Вот как раз тинт немножко и подсушивает Поэтому вовремя обновить И тогда все замечательно Восхитительные помады были вот такие В карандашах от Faberlic У меня осталась одна Это еще их предыдущий После этих помад еще выходили Ну, то есть это уже снятые И тоже, если вот полностью выкручивать Это полноценная, немаленькая помадка Плотные очень У нее заполняет плотно губки Увлажнение дает хорошее Поэтому Расход небольшой Далее давайте от Maybelline покажу помадку Очень я ее тоже люблю Оттенок Наверное, вот здесь надо смотреть оттеночек 30-й вроде бы номер Да И цвет хорош И по качеству И на губах Вообще восхитительно Такую помаду в дорогу хорошо взял Она и не выпадет И не откроется И место занимает Немного Хорошенькая Далее есть помада от Raven Это подарок Давайте покажу оттенок Очень красивый цвет Она обратно не закручивается Поэтому выкручивать я ее лишнее не буду Она очень нежно смотрится на губах Выглядит вот так Не знаешь, сколько ее там осталось Но пользуюсь и пользуюсь потихоньку Также есть помадка от Essence Но мне кажется, их уже Essence снял Она такая красноватая Я ее ни разу еще, наверное, не точила Не часто использую Надо бы прямо взять ее в какую-нибудь неделю И поактивнее попользоваться Так, вот Какую я хотела Вот эту показать Это тоже полноценная помада От Белла Оджи Но Эта помада Также выщелкивается Обратно ее Не затолкать И хранится она у меня Среди карандашей Потому что В помадах она торчит И по форме своей Ей самое место в карандашах Только из-за Вот Формы Длинного футлярчика Поэтому Она у меня живет здесь Но на самом деле Там просто помада Обычная помада Так Golden Rose Это металлическая помада Оттенок 0.1 Беру в косметичке Но За 10 дней Могу воспользоваться Только один раз Ну как бы она такая Немножечко Оттенок Не на каждый день А под определенный Только вид макияжа Например Зеленые тени Вот такую помаду Уже не нанесешь Поэтому Только под конкретное что-то Нежно-персиковый Какой-то макияж Такой Коричневатый Вот тогда я Беру ее Помада Карандаш Beauty Bomb Второй оттенок Можно как контур Можно заполнять все губы Но лучше под блеск для губ Потому что подсушивает Сам карандаш подсушивает Оттенок красивый В теплинку уходит Далее Эти три помадки Многие уже помнят Был набор Было пять Одну я по-моему выкинула Одну подарила Выкинула Одна была Тут какая-то Некрасиво ложилась Одну подарила Темненькую И у меня осталось Три оттенка 0,16 0,9 И 0,15 Давайте вот С девятой начнем Вот эти вот Три вообще восхитительные Ложатся красиво Выглядит хорошо Подсушивают Так же Немножко подсушивают Так Пятнадцатая Первая Девятая Это пятнадцатая А красная Вот одна Ложилась полосами Я ее выкинула И шестнадцатый Оттенок Эти три Вот так Это самое яркое Маркер Который Нескончаемый Когда-то он ко мне приехал Это от Avon В пакете сюрпризы Они всем попадались В пакетах сюрпризов Он хороший Дает такой тинт На губах И подблески Я уже много раз Об этом говорила И так продолжаю Использовать Именно Подблески И помадки Две от Mary Kay Которые я использую Кистьями Поэтому Я не знаю Сейчас Я просто сломаю стик Если попробую Давайте Знаете как сделаю Сейчас я Пальчиком нанесу У них такие Талые текстуры Что проще нанести Вот пальцем В общем Вот так вот я пальчиком беру А вообще Кистью Точишь И кистью Наносишь Так вот Первая И сейчас вторую Коралловую Покажу Я их еще и подточила Прямо Много лишнего Коралловая Прямо Нежная Нежная Ее можно Наслаивать Такие две помадки Их бы надо доиспользовать Потому что этот год Я им дала последний И в конце года Все что останется С остаточками Я расстанусь С помадами Мы все И в карандашах Так у меня вот здесь Вот это отделение Именно вот это отделение Это мой Project Pen И тут может быть Добивашки Еще помимо проекта Но я вижу тут Все почти для глаз Вот только два Из Project Prone Для губ Сюда попали Так И вот эти Вот по-моему Все надо доставить Сейчас попробую Так 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 Все Нет Теперь все Все Вот столько у меня Карандашиков Я считаю Что это очень хорошее Количество Его даже Более чем достаточно Мне хочется Чуть-чуть Убавить Количество Потому что У меня в год Я самое большое Могу использовать Ну может быть Два карандашика Но так как Оттенков больше Чем два То можно там Пять Шесть Держать И этого будет достаточно Ну сейчас Разберемся Что же есть у меня Во-первых У меня есть база От Ифраше Мне ее подарили Но я ей практически Не пользуюсь Если ей пользоваться То вот Исключительно В целях Ну чтобы закончить А так вот Вообще Я базами Не пользуюсь Поэтому Как бы Это у меня То что Простаивает Можно сказать Так Не востребованное Есть вот такой Нейтральный Карандаш Для губ От Его мозаик Лайнер Называется Жемчуг И он тоже Имеет цвет Такой почти Бесцветный Но все-таки Это уже Можно использовать Как контурный Карандаш Чтобы помадки Которые растекаются Не растекались Но тоже Вот оно Такое Бесцветное И еще один Карандашик Есть у меня Который ко мне В коробочке Красоты Приезжал От Диваж Он тоже Вот видите Воск И тут вообще Никакого цвета Нет Просто Вот такой воск Вот от этого Карандашика Я сейчас Скорее всего Избавлюсь Потому что Я вообще Не вижу В нем Ну никакого Толку Ощущения Что просто Палочкой Какой-то Рисуете Может быть Этот воск Уже высох Я даже не знаю Ну вроде Что-то Нет Не высох Воск Вот он чувствуется Да Скользкий Спрошу Сестру Если она будет Пользоваться Подобным Ну чтобы не Растекали с помадой За контуры губ Если ей вдруг Надо Я отдам Тогда сестренке Потому что Не пользуюсь Плюс у меня Вот два Давайте его Сразу выведем И еще хочу Показать Один карандаш Который Вот вы даже Наверное Видите сейчас Это больше У меня Карандаш Который Я использую Как Кисть Набирать Кремовые Помадки Кикки 01 Самим Карандашом Практически Не пользуюсь Так Я здесь Воском Возила Но Оттенок Приятный Я просто Забываю Что это Не только Кисть Но и Карандаш И Поэтому Практически Всегда Работает Только Одна Бедная Кисть Вообще Мне кажется Цвет Очень Похож Вот на Этот Это Флормар Я называю Прэйти Девочки Как-то Исправляли Но я Забываю 202 оттенок Он у меня В проекте Project Pen Он чуть-чуть Потемнее Но мне кажется Они все-таки Между собой Немножко Схожи По цвету Этот Более Коричневенький А этот Более Такой Светлый Персик Что ли От Прэйти Можно я Вот так и буду Уж называть Как привыкла 210 Еще есть Оттенок Красненький Такой Прямо Яркий Красный Я им редко Пользуюсь Мне кажется Я его еще Даже ни одного Раза не подточила Хотя можно Уже бы Подточить Еще есть Один Красный Где он Вот он Лена мне Подарила Но Тоже Практически Не пользуюсь Потому что Красные Помады Вообще Не мое Вот Видите Он прямо Ярко Ярко Красный И Им можно Пользоваться Прямо Вместо Помады Он скользит Просто По губам Как Помада Был бы другой Оттенок Вот По нюдови Я бы Наверное Его уже Использовала Настолько Он Классненький Далее Что у меня Есть У меня Есть два Карандашика Один У меня Еще Практически Целый Вот Видите Какая Разница А второй Вот так Вот Истраченный Хотя Точила И Вот этот Длинный Тоже Вот у них Разница Какая Представляете Давайте Покажу Название На том Который Еще Не стертый Надеюсь Будет Видно Тут Все Блестит И Здесь Оттенок Вот Здесь 81 По-моему Очень Люблю Я Этот Карандаш Его Надо Точить Смотрите Царапает Уже Он Такой Темненький Да Надо Сейчас Будет Подточить Его Так 81 Мой Любимый 70 Им Я Вам Разжужжала Потому Что Я Его Просто Обожаю В нем Есть Немножечко Такого Перламутра Как будто И На губах Выглядит Мега Красиво Он У меня В проекте И Поэтому Я думаю Это Карандаш Который В этом Году Меня Покинет От Эйвен В линейке Марк Я Взяла Когда То Новиночку И Взяла Чуть Светлее Чем Хотела То То По Фотографии Думала Сфокусировался По Фотографии Показался Он Чуть Потемнее Но Оказался Вот Такой Светленький Пренебрегаю Пренебрегаю Больше Налегаю На project Карандаши Два Которые Мне бы Хотелось Вывести Если Что Может быть Я на следующий год Именно Их возьму В project Pen Потому что Вот этот Карандаш Это Прямо Розовый Перламутр Вот такой Сколько Его тут Это Был Фаберлик Его тут Немало Да Его Если Только В проект Брать Потому что Так Рука Тянется Больше К тем Которые В этом Году Взяла В проект И Вот Такой От Фаберлик Треугольничек Он Мне Очень Нравится Но Не часто Беру Посмотрите Какой Он Красивый По цвету Очень Хорош На губах Красиво Смотрится Но Не Очень Часто Он У Меня В Работе От Стил Так Где У Нас Артикул Это Подарок У Меня Практически Все Карандаши В Подарках Были Некоторые Конечно Покупала Я Сама Но Чаще Я Получаю Подарки Суховатый Он Такой Но На губах Он Рисует Хорошо Но Суховат Нет В нем Вот Этого Скольжения Как В Других Так Что У Нас Тут Так Это Ева Это Ева И Эссенс Вот Хочу Показать От Эссенс Это Прямо Вот Новинка Новинка Ко Мне Только Приехала От Мариши 02 Оттенок Очень Красивый Карандаш Прекрасный Цвет И вот Он Как раз Из той Категории Которая Просто Скользит Посмотрите Какой Красивый Оттенок Он Немножко Похож На Вот Этот Оттеночек Который Пройти У меня В Project Pen Но Он Более Холодный Вот Этот В теплоту Уходит В рыжесть А Вот Этот В беш Уходит Красивый Оттенок Очень И Два Карандаша От Ева Мозаик Вообще Хочу Отметить Карандаши От Ева Мозаик Что Для Глаз Что Для Губ Мне Они нравятся Очень Один Из Самых Любимых Нежно Розовый По Моему Называется Не знаю Если Это Линейка Может Вот Это Она Как Раз И Переиздана Вот Он Нежно Розовый Смотрите Какая Красота И Второй Оттенок Здесь 07 Это Тоже Был Подарок Ой Прям Вот Тоже Из Серии Скользят По Губам Как Гелевые Они Такие Может Быть Это И Есть Гелевые Прямо Очень Хорошо Рисуют И Красиво Смотрятся Вот Все Мои Карандашики Мне кажется Как будто Помады Смотрим Да Потому Что Ими Можно Губы Заполнять Все Оттенки Абсолютно Разные Светлые И Даже Красные И Сиреневые Уходят Может Быть Чуть Многовато Вот Этих Нюдово Коричневых Но Я Такие Очень Люблю Помады Карандаши Я Люблю Чтобы Были На Тон На Два Потемнее Чтобы Градиент Выглядел И Вот Помадки В Карандашах Тоже Абсолютно Разные Красивые Горячо Любимые Вот Месяца На Два Взять Вот Только Это Все В Использование Мне кажется Результат Будет Более Заметный Мне кажется Мы с Вами Посмотрели Все Что У меня Тут Было Ну Да Вроде бы Все Посмотрели Давайте Встретимся В следующем Уже Ролике Переходите После этого Будет Обязательно То же самое Только с Карандашами Для глаз И тени В карандашах Тоже Будет Что Показать А вот В этой Собачке Тут Кремовые Жидкие Все Тени Не Кремовые А жидкие Тени Их У меня Не так Много Вот Вы все Видите Но Может быть Тоже Как бы Покажу И вот Это Отделение Это Все Что у У меня Есть Для бровей Вот Поэтому Давайте В следующем Ролике Уже Пошуршим Во второй Половине Этого Контейнера Разберемся И посмотрим Что у меня Есть Еще разочек И будем Прощаться Я люблю Такие Шуршалки Они мне Напоминают Что у меня Есть Напоминают Забытые Продукты И я Начинаю Активнее Пользоваться Поэтому Предлагаю Вам Богатство Своё Добро И вспоминать То Что может быть Немножко Подзабылось Всем Хорошего Настроения Спасибо Что смотрите Спасибо Что ждёте Спасибо За добрые Комментарии И всем Пока Пока Продолжение следует...